Новогодний корпоратив — это прекрасный повод для быстрых служебных романов. И у нас в эфире студия новостей на следующее утро после новогоднего корпоратива. Вот такую деликатную ситуацию мы и предлагаем вам посмотреть. Стёп, я вообще хотела поговорить с тобой о том, что между нами произошло вчера. Нормально произошло. Ну, нормально произошло всё, только я тебя прошу, Стёп, пожалуйста, никому не рассказывай о том, что случилось. Лен, ну о чём ты говоришь? Я могила. Я прошу тебя. Ведущие готовы? Да, готовы. Снимаем. Добрый вечер, друзья, в эфире новости. Вчера в Киеве произошло из ряда вон выходящее событие. Так, стоп. Я не могу работать, когда оператор ржёт. А почему он ржёт, Стёпа? Ты ему рассказал? Лен, а одному человеку мы с ним с детского сада, друзья. Одному человеку? Могила, я одну... Я просила тебя, Стёп. Ребята, соберитесь, вы в эфире. Извините, а мы продолжаем. Верховная Рада приняла закон о выборах. И у нас на прямой связи наш собственный корреспондент Евгений. Да, Евгений? Да, 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 Лена. Да, да, да. Евгений, вы в эфире. Извините. Добрый вечер, Лена. Наслышан. Спасибо, Евгений, что так быстро отреагировали. Вы молодец. Да я-то чё, ты красавчик вообще. Евгений, прокомментируйте, пожалуйста, новый закон о выборах. Да, вы знаете, эта ситуация сегодня отошла на второй план. Да, но что говорят в кулуарах? Вы действительно хотите это знать? Спасибо, с нами на связи был наш специальный корреспондент Евгений. Стёпа, красавчик вообще. Ничего себе, я тебя тоже наберу. Ох, так, да, хорошо, хорошо. Новости экономики, друзья. Внешний долг Украины составил 5 сантиметров. Ой, простите, 5 миллиардов долларов. Я просто случайно... Лен, не начинай. Я ещё не начинала. Вчера в Борисполе приземлился самолёт Ан-2. Не Боинг 737, как обещалось ранее. А Ан-2, маленький кукурузничек. Новости политики. В Южной и Северной Корее состоялись испытания ядерного оружия. Да, в Северной Корее испытания прошли успешно, а вот Южная Корея так ничего и не испытала. А новости экономики. Доллар продолжает падать. Что, до сих пор? Хорошо, Лена. Новости спорта. Украинский атлет показал превосходные результаты на бревне. Ну, с атлетом и превосходными результатами я бы поспорила. А я с бревном спорить не буду. Так, хватит. Новости культуры. Вчера на показе Муд была представлена новая коллекция женского нижнего белья. Одного из модельеров эта коллекция перенесла в 88-й год. И напомнила его тётю на берегу Азовского моря. И о погоде. Да, в Украине ожидается большой снегопад. Ну, не такой уж большой, как об этом рассказывает Степан. Да, но плохая погода будет стоять очень долго. Ну, как долго? Минуты три максимум. Вчера в Исландии произошло мощнейшее извержение вулкана. Сейсмологи утверждают, что это мощнейшее извержение вулкана произошло намного раньше, чем у других зрелых вулканов. А за минувшие сутки в Киеве появилось 37 мальчиков, 39 девочек и один козёл. На этом всё. До новых встреч. С вами была Елена Кровец. А с ней был Степан Казанин. Хочет и ржёт.